Правда и ложь о морских спорах между Китаем и Филиппинами очень ясны, и Пекин неоднократно объяснял ситуацию в дополнение к официальной позиции Китая. Если филиппинская сторона желает действовать в соответствии с международным правом, она должна в первую очередь следовать принципам, которые определяют территорию Филиппин, включая мирный договор 1898 года между Соединёнными Штатами и Испанией, и соблюдает Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море. Китай настоятельно призывает филиппинскую сторону прекратить свои нарушения и провокации и прекратить вводить в заблуждение международное сообщество. Что касается инцидента с филиппинским судном, незаконно вторгшимся в воду прилегающих второй отмели Томаса, то китайская сторона разъяснила свою позицию. Риф является частью китайских островов Наньша, архипелага Спратли, и считается территорией Китая. Филиппинская сторона должна прекратить нарушения и провокации, как можно скорее вернуться в правильный путь урегулирования морских споров путём переговоров и консультаций и сотрудничать с Китаем для обеспечения мира и стабильности в Южно-Китайском море.